11 тысяч 200 долларов за биткоин но доширак это еда для тех кто не успел купить биткоин ребят есть и другие криптовалюты на которые стоит обратить внимание сейчас у вас было 48 тысяч долларов так ребят доброе утро у кого она добра или добрый день завтрак менинника фасоль томатном соусе белая корейский майонез от тоги под доширак цифры уберем дошир запаривается биф вкус говядины вилка внутри вот эта вилка смешная мы нормально будем вилкой кушать остренькая я туда всю приправу высыпал все это зальем майонезом хрючево получится и красную рыбку в прикуску пока запаривается лапша будем майнить биткоины вот уже на счету 49 сатоши буквально за 10 минут конечно это копейки в общем приложение для заработка сатоши устанавливаете его на телефон называется free bitcoin и все там это бесплатный кран закрываем так 300 тоже заработал но это вообще копейки так еще есть вот такое bitcoin оленд тут надо это вообще игра уже тут убивать надо всяких мутантов и за это получать биткоины там вообще по одному биткоину выплаты раньше говорят больше было но она а по одному биткоин один сатоши все и рекламы напичканной рекламы может быть свой bitcoin кран замутить выгодная тема чё там с биткоином биткоин 11141 доллар ребят либо 656 тысяч рублей 3 декабря 10 33 утра вот такие пироги ребят связи с последними событиями курса на bitcoin у кого есть хоть какая копейка там сатоши кому не жалко день рождения у сам саныча богомолова сделать подарок от qr-код на мой биткоин кошелек 11000 сколько там 11 1200 до 11 тысяч 140 долларов 656 тысяч рублей ну конечно ребята все смотрите да за курсом биткоина как я уже сказал 11 тысяч ну короче 11 тысяч 200 долларов за биткоин либо в российских рублях это 655 тысяч 900 короче смотрите сами 650 рублей за один bitcoin хотя вам в августе bitcoin можно было купить за 100 тысяч или тысяч 14 но я тогда не смог честно скажу найти биржу порядочную где можно было купить там нормальный бирже в августе что-то лежали мы с корешем не смогли купить сейчас все смотрим за успехом биткоина кусаем локти думаем что делать но ребят есть и другие криптовалюты на которые стоит обратить внимание допустим криптовалюта рип может быть кто слышал про нее интересно очень криптовалюта она вообще направлена на банковский сектор для выполнения операции с платежами в бизнес-то бизнес но можно и так отправить допустим я вот сан саныч живу в москве алик живет в америке мне надо если через банк дам комиссию оплатить рипл вообще там комиссия просто копеечная будет и платежи мгновенные отправляются выпустили всего 100 миллиардов монеток этих ripple 60 процентов монет у основателей всей этой движухи они вообще 2004 года разрабатывали типа ну не то что криптовалюта эти методы платежей вот ее доработали допилили до ума сейчас многие банки с ними начинают сотрудничать какие-то присматриваются от национальный банк абу-даби с ними заключил контракт еще там какие-то японские банки в общем очень перспективная для банковского сектора так многие бы опасаются что типа вот эти ребята держат 60 процентов монеток они просто по щелчку пальцев смогут обвалить рынок но они себе намеренно там программно как-то подписали закрыли вообще доступ к этим монетам они все их не смогут вытащить там через какое-то время только могут по частям вытаскивать чтобы на развитие проекта да за покупку криптовалют вообще рассказываю кушаю доширак и рассказываю за криптовалют это вот доширак это и да для тех кто не успел купить bitcoin получается тогда и вот смотрите ребят ладно ну про ripple все это он бы на википедии можете почитать всю всю эту тему и с каждым с каждым с каждым переводом то есть одна монетка какая-то часть там ripple сгорает просто никому не попадает как типа в комиссию идет но она сгорает просто из-за этого монету и становится все меньше и меньше за этого ценностей повышается и предположим в начале года в январе один ripple стоил около одного цента даже чуть меньше цента мы предположим один цен сейчас он стоит 23-24 цента но возьмем 24 цента вы представляете если бы вы взяли ripple на 2000 долларов в начале января сейчас бы у вас было в начале января 17 сейчас бы у вас в конце года ноября на почти конец года сейчас у вас было сорок восемь тысяч долларов с двух тысяч бакс ну ладно у кого-то нету таких денег возьмем предположим даже на две тысячи рублей бы вы взяли ripple сейчас бы у вас было сорок восемь тысяч рублей полтосу так вот бах никакие банки он таких процентов бешеных не дадут в общем зачитайте за ripple я про нее еще побольше расскажу в следующих выпусках сейчас буду кушать ну чё нам надо покупать до ритвы потому что биткоины не купили питаемся дошером подписываемся на канал ставим лайк будет больше будущем про криптовалюту ребят истории всяких интересных в частности из моего опыта личного